Выложены не только на канале YouTube, но и в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите, смотрите. Там очень много интересного. Последний, предыдущий эфир у нас был про пигментацию. А сегодня мы поговорим, дверь не закрылась. Сегодня мы поговорим про Медер. Оксана Владимировна Шапляна в чудесном фалате Кимедер. Это врач-косметолог, прекрасный доктор. Чем она отличается от других врачей-косметологов, тем, что она является международным трениером Медер. И разработчиком рецептуры, ну, не знаю, как это сказать правильно, Оксана Владимировна. Я вас сейчас слишком захвалю, да, а потом мне к голове настучат. Что вы привнесли в Медер, вот лично вы? Расскажите. У меня есть техника, авторская техника нанесения концентрата Меофикс для лифтинга бровей. То есть безинвазивный, безинъекционный лифтинг бровей. Для того, чтобы взлет брови, кончик брови был выше, такой взгляд был более открытым, такой вот более такой естественным. То есть можно не уколами, не ботулотоксинами, да, не филерами, а вот именно помазать прекрасными средствами Медер и получить такой прекрасный. Да, сейчас тема. Концедура Меофикс. Меофикс. Беременные, кормящие. То есть тут противопоказаний нет. Или, например, есть, когда отечность после инъекционного ботулотоксина, например, в области глаз. Мы делаем в область межбровья, лба, токсин. А в области глаз мы можем сделать процедуру Меофикс для того, чтобы исключить, избежать отечность. Давайте с нее и начнем, с Меофикс. Сейчас мы с нее начали. Что это такое? Вот эта красивая коробочка. Просто мы-то знаем с вами, что это такое. Наши подписчики не знают, что вот в этой коробочке. Расскажите, пожалуйста, что это? Там, может быть, укол? Или, может быть, там какая-то волшебная палочка? Что там? Там такой блистер из монодоза. Доставайте. Алиса Альфировна, как раз представлю. Это Ульяхина Алиса Альфировна, врач-драматолог. Очень хороший, практикующий врач-драматолог. Косметолог, тоже тренер на уже конъекционных метрах. И они в моем личном рейтинге. Алиса Альфировна, вот есть Оксана Владимировна у нас королева. Но я считаю, что Оксана Владимировна реально самым лучшим специалистом в России по топической косметологии и по лазерной косметологии. То есть в моем рейтинге реально самый лучший специалист именно поэтому. Алиса Альфировна это самый лучший специалист по лечению. Что такое, Наташа? Мы не можем. Мы снимаем. Мы в эфир. Идите, Наташа. Алиса Альфировна Яхина самый лучший специалист по проблемам, сочетанным с драматологией, наверное. Когда это не только эстетика, когда это проблемы болезни кожи. Это какие-то угревые, угревая болезнь. Розация. Надо по-русски говорить. Краснеющая кожа. Угревые рассыпания. Алиса Альфировна, пигментация. То есть вот эта вот область научных и практических интересов в полиции Альфировна. Но кроме этого, она и врач-косметолог абсолютно прекрасный. Ну вот как-то я вот так их... Ну, за что люблю этого доктора? Начнем. Процедура Милтфикс. Что это такое, Оксана Владимировна? Это безинъекционное, безинвазивное воздействие, коррекция мимических морщин. Так, по-русски. Это морщин. Мы это мажем. Мы наносим это... То есть вот такая вот процедура. В состав этой процедуры входит очищение, пилинг. То есть мы кожу подготавливаем. То есть не просто мы наносим на морщины какой-то волшебный антинопрепарат, а мы еще и подготавливаем кожу, и все лицо у нас подлежит воздействию. А почему оно, да, почему оно в маленьких вот таких закрытых баночках, а не в больших банках, как мы привыкли, откуда косметолог вытавливает косметику и наносит на все лицо пациента? Это такой специальный, целенаправленный подход к теме Росмия Мидер, разработчика бренда Мидер. Каждая монодоза, здесь определенное количество того вещества, которое должно быть нанесено на кожу. То есть определенная концентрация. У каждого косметолога глазомер свой. У кого-то, например, написано 5 мл очищающего средства. У кого-то 5 мл это там с грецкий арен. У кого-то чайную ложку, а у кто-то вам такой пощедрее, может там не столовую ложку, а кто-то по экономии, может на правильную. А здесь уже все... Здесь 5 мл это 5 мл. 5 мл 5 мл. И вот здесь вот... Да, и вот допустим, тут по циферкам ниже, да? 1, 2, 3, 4, опять где? Опять это маска. 5 мл. 1, это что такое в этой ампуке? Все процедуры, они одинаковые по подготовке. Здесь еще тоже очень важно, чем Мидер отличается от других уходовых процедур. Все процедуры Мидер? Все процедуры Мидер, да. Отличаются от других уходовых процедур, других марок. Тем, что у нас есть подготовка кожи, что обеспечивает проникновение активных ингредиентов. Почему многие у меня и пациенты, даже косметологи говорят, что не верю, что все ингредиенты проникают глубоко в кожу. Можно верить, можно не верить. А я хочу, кстати, перебить и перевести наш взгляд на Юлю Владимировну, которая тут консультировала по уходу Мидер. Нашу гостью, да? И помните, вы мне рассказали, что была девушка, которая сказала, что купила косметику Мидер и крем. Какой-то крем, я не знаю. И он абсолютно на ней не работал. Как раз она говорила, что она купила концентрат Меофикс, который у нее морщины не убрал. И? И при разговоре выяснилось, что она использует умывалку другой компании с кислотами, которые как раз нейтрализуют пептиды Меофикс. И поэтому и не работало. То есть здесь как раз этапы очищения очень важны, потому что эти этапы, нашу поверхность кожи закисляют, что они там с ней еще делают, да? Защелачивают и приводят стул в ту нужную среду, чтобы работали остальные этапы. А что в этих уходовых этапах? Здесь первое – это очищение. То, что не просто очищение, мы не просто выбираем загрязнение, а мы еще улучшаем микроциркуляцию, дыхание кожи, насыщаем ее кислородом. Стимулируем те клетки, которые у нас с возрастом, там, энергию свою теряют. Дальше у нас идет пилинг. Ну, не простой пилинг, а с этими нашими умными энзинами, энзинами бактериальными. То есть это умные бактерии, которые разрыхляют верхние слои кожи, но опять же до определенного уровня. Это как луки, которые делают педикюр. Ну, только с мозгом, да? Ну, с этой же, да, оперы. И там еще есть механический пилинг, который помогает доочищать. То есть этот пилинг такой тоже, он умный, его можно и для чувствительной кожи, и для резистентной, нечувствительной кожи. То есть мы можем для всех типов кожи подбирать его. А вот дальше, вот именно... Это номер три, да? Да, это номер три сыворотка, антиоксидантная сыворотка. Очень много сейчас об антиоксидантах, что они должны у нас быть в определенном количестве, что все мы должны получать антиоксиданты, как внутрь, так и снаружи. И именно вот эта вот сыворотка защищает последующие, то, что мы будем, там, наши пептиды, еще наши, там, бактерии, если какие-то мы другие будем процедуры делать. Вот эта сыворотка, она, как бы-таки, раздвигает ворота и очищает путь для проникновения и прохождения наших активных ингредиентов. То есть вот это все обеспечивает проникновение и получение результата. К сожалению, да, если в домашних условиях мы не используем определенное, там, например, тоже очищающее средство, либо мы используем, там, кислотные пилинги, то эффект наш снижается, либо вообще мы его не получаем. Поэтому всегда мы говорим, что процедуры, как процедуры, так и домашний уход МИДЭР должен быть назначен. То есть это не просто вы пришли там, что вам понравилось, купили, а именно нужно проконсультироваться, чтобы мы вам рассказали, как, что, зачем и с чем можно, с чем нельзя это все использовать. То есть каждая вот эта маленькая баночка, она вскрывается врачом-косметологом и последовательно наносится на кожу пациентов. Причем, насколько я помню, я была очень часто моделью на обучающих семинарах у Оксаны Владимировны, не только на лицо, на шею, на декольте тоже наносится. И когда речь идет о... на себя переключу, чтобы все знают, да? Когда речь идет о коррекции морщин-мимических, то есть о процедуре МИОФИКС, шея же тоже очень важна. Это помогает лечить кольца Венеры, да? То есть, вернемся к процедуре МИОФИКС. Оксана Владимировна, процедура МИОФИКС, да, опять же, повторюсь, это такой... Ну, я бы не сказала, что это аналог МИОФИКС, но эта процедура с ботулоподобным эффектом для пациентов, у которых есть противопоказания к проведению ботулинотерапии, либо которые не хотят проводить ботулинотерапию, да? Какие это пациенты, еще раз, пожалуйста, повторите, вот отеки под глазами, вы говорили, о которых после ботокса. Беременные, кормящие, кто боится инъекций, мы также можем сочетать, то есть, например, сделать курс МИОФИКС, а потом сделать инъекцию ботулотоксина, тогда у нас эффект будет более такой яркий. И что, наоборот? И что, прям вот реально после одной процедуры МИОФИКС разглаживается лоб? К сожалению, после одной процедуры будет эффект увлажненности, такой вот яркости, ровности цвета лица. Именно вот блокировка химической активности будет наблюдаться через три процедуры. А с каким интервалом делаются эти процедуры? Между процедурами не должно быть меньше трех дней, но и не должно быть больше десяти дней. То есть неделька, раз в неделю? Классически это раз в неделю, да. Потому что пептиды, они очень такие капризные, они любят, чтобы их накопили и чтобы продлить их еще эффект. Но это действительно выход для тех пациентов, которые, допустим, ну вот зона век, она очень капризная. Действительно, очень много пациентов, у которых после ботулотоксина в области век бывают отеки. И для этих пациентов это абсолютнейший выход, тем более, что кожа на веках очень тонкая. И через эту тонкую кожу намного проще доставить эти ботулоподобные пептиды, чем через толстую кожу луба, допустим, да, наверное, если я правильно? Тут механизм действия такой, что вот мы втираем этот концентрат, то есть эти пептиды, мы ванные палочки, мы втираем в морщинки. Что такое морщинки? Морщинка – это у нас та зона, куда вплетаются мышечные волокна в кожу. То есть у нас вот мышца с одной стороны, на лице именно крепится с одной стороны кости, а другим концом она вплетается в кожу. И доходит она практически до верхних слоев, до базарной мембраны. А пептиды, они очень маленькие, они хорошо глубоко проникают, и там они встречаются вот с этими вот волокнами. То есть эффект обеспечивается на 4 мм мышечного волокна. То есть не всю мышцу мы блокируем, как мы делаем при токсине, а мы блокируем именно вот эту вот зону, там морщинки, именно туда, куда мы наносят, то есть вот эту мимическую активность. То есть мимика сохраняется, то есть мы если хотим на морщи, там на гурь, все это мы можем сделать, но она будет более ленивая такая, более… Но ведь это прекрасный выход, допустим, для еще такой группы пациентов, как мужчины, которым в принципе, ну они в принципе не хотят блокировать свою мимику, а морщины иметь тоже не хотят. И при всем при этом у мужчин есть, с мужским лицом есть особенности работы, потому что когда мы работаем женским лицом, мы лифтинг, лифтинг мы поднимаем бровки, мы разглаживаем полностью лоб, да, у нас вот все направлено на лифтинг. У мужчин лифтинга заметному быть не должно, чтобы он не был женоподобным, да, чтобы у него брови остались более горизонтальные, чем у женщин, да, то есть он чтобы не выглядел женщиной. И поэтому возможности ботулинотерапии у мужчин, они достаточно ограничены, мы и мимику оставляем. А МИДЕР – это вполне себе выход. Пришел, полежал часочек, или сколько длится? Час. Часочек полежал, тебе повтирали, погладили, все у тебя увлажнили, и ты без синяков, без следов уколов, без ограничения алкоголя, спокойно, спокойно идешь и с третьей процедуры видишь, что действительно глубина вообще уменьшается. Окей, дорогие друзья, если у вас есть вопросы по процедуре МИОФИКС, вы их пишите, а я хочу, опять на себя переключу, а я хочу рассмотреть эти технологии, которые у нас летом стало просто хитом. Это просто наш хит, это процедура Редапакс, я тебе вот эту баночку покажу, вот она, процедура Редапакс, это процедура для лиц с куперозом, для лиц с розацией, для краснеющих лиц, которые очень плохо переносят инъекционные процедуры в жару. Жару они краснеют, они пошли при жаре, они раскраснелись, и высыпания могут усиливаться, и вот процедура Редапакс это реально для них. Почему, Оксана Владимировна, расскажите. Здесь в очищении, здесь отличие от всех процедур, то есть Редапакс это такая новая процедура, которую мы долго ждали, и на этапе очищения здесь не будет покраснения лица, то есть если в других процедурах мы как подготовка, идет именно такой вот прилив крови, покраснение, то здесь наоборот идет успокоение, то есть начиная с этапа очищения мы кожу восстанавливаем. То есть несмотря на то, что делают пилинг, кожу обновляют, кожу покраснением не реагирует. Не будет. А вот у меня еще вопрос, а вот там масочка входит в комплект, покажите, пожалуйста, ее эту масочку Редапакс, мы почему-то про нее тоже не рассказали, чудесная маска с дырками от ушей, вот она, очень красивая, расскажите про нее, Оксана Владимировна, про эту маску, потом я вопрос задам. Маска, все маски из бамбукового волокна, то есть это такая японская технология, которая бамбуковое волокно разволокненное и прессованное, поэтому активные компоненты маска это впитывает больше, чем, например, там может другая маска, и она их все отдает коже. Само бамбуковое волокно, оно обладает таким увлажняющим, успокаивающим действием. И кроме того, эти маски, они еще одеваются вот так вот на ушки, то есть как мы показывали. И по подбородок, да? Да, и по подбородок, все это. То есть это такая чудесная маска, которую можно купить, такую же есть они для домашнего ухода, такие же. Пока Redopax только профессиональная, но я думаю, что будут. Но есть и в других, и в других для домашнего ухода, это я считаю, что маска для занятой женщины, когда ты не нанесла себе маску, 40 минут лежишь, когда у тебя там вообще квартира не убрана, а ты нанесла эту маску на уши, привинтила, тут подтянула, и с пылесосиком в это время поучайся, как квартиру пылесосишь, и при этом омолаживаешься. Вопрос, какой я хотела задать Оксана Владимировна, для лечения розация, для лечения красной кожи, расширенных сосудов, мы очень часто и очень любим микротоковую терапию, потому что это метод действительно очень эффективный, он реально очень эффективный, микротоки, это супер-мега-полежная вещь для пациентов с розацией, да, Десельферами? Да. Можно ли совмещать процедуру МИДР с микротоковой терапией? Потому что многие пациенты, они не хотят отказываться от микротоков, допустим, на месяц, им это очень нравится, можно ли совмещать? Это будет прекрасное совмещение двух таких прекрасных методов, потому что микротоки, вот в чем их отличие от миостимуляции, микротоки воздействуют прямо на клеточки у нас мышцы, а у нас мышечные волокна также входят в состав и стенки сосудистой. Почему у нас стенка то расширяется, да, и не может сузиться, и вот мы видим вот это вот покраснение сосудистой? Микротоками мы эту стенку, мы ее укрепляем, то есть у нас сосуды становятся более-таки эластичные, они адекватно реагируют на тепло, на холод, на какие-то эмоциональные состояния, то есть мы с помощью микротоков мы можем снизить вот эту вот активность сосудистой, то есть лицо становится более светлое, оно не так реагирует покраснением, а процедура Ретапакс, надеюсь, что будет и есть любимая процедура Алиса Альфировна, а сейчас мы спросим, что Алиса Альфировна про нее тоже хорошо. То есть маска, она, все маски у нас специально подобраны под аппаратные, то есть по маске можно делать микротоки, то есть это будет совмещено два прекрасных метода. То есть там же, насколько я помню физиотерапию, хотя физиотерапевт не я, Оксана Владимировна, очень важен заряд того вещества, что нанесено на маску, если неправильный заряд, то эффективности не будет абсолютно никакой, то есть у масок Медея у них правильный заряд? у них отрицательный заряд, то есть все маски заряжены, то есть они специально адаптированы под аппаратные методики. Чудесно. Хочу спросить, Альфер, на какой у вас опыт? Ну, я заметила по записи, что у вас сейчас большое количество пациентов с разацией стеренки, то есть с красным лицом, говоря по-русски, которые у нас в другое время года ходят на инъекционные процедуры, на какие-то аппаратные процедуры, сейчас они почему-то все ринулись на Медер, Родопакс, вот почему-то. Почему? Потому что эта процедура эффективна, она обоснована своим действием, она воздействует в том числе на рецепты, то есть такие, скажем, структуры, которые виноваты во многом, виноваты в воспалении, в покраснении, во всем там, запуске всех этих механизмов, а маска как раз таки, ну, то есть вся процедура, готовим кожу к проникновению тех активных ингредиентов, затем уже последние этапы, начиная с маски до этого, они уже все активно проникают в кожу и вплоть до тех рецепторов, которые вызывают все воспаление. Также мы еще дополняем микротоками, микротоки, их лучше, конечно, делать чаще, два раза в неделю, даже если мы их будем хотя бы раз в неделю с Редапаксом делать, это будет тоже очень эффективно. То есть красненькие речки превращаются в более бледненькие речки? Да, бледные, но при этом все равно у солнца защита, все равно все факторы мы убираем, но они становятся намного бледнее по окраске, чем до. На самом деле, переключусь на себя, на самом деле, реально у пациентов с розация, обострение и розация в осенне-летний период, я думаю, что ли сольфирун, где-то там ли сольфирун со мной согласится, это проблема, потому что если становится и краснее лицо, и высыпания начинают проявляться, то есть, да, вот прыщи, моим термотологическим ртом сложно это выговорить, но высыпания на краснеющем коже начинают проявляться, это вовсе не прыщи, это вовсе не угревая болезнь, это может быть обострение, как раз разация заболевания. А МИДЕ, несмотря на то, что это, в общем-то, увлажняющая линия, она лечит вот эти прыщи на краснеющем лице? Лечит. Она лечит и как, так скажем, розовые угри, розовые прыщи при розации и обычные прыщи при апно тоже. Есть у нас процедура ЭУСИ. О, перейдем, подождите, надо сделать, надо сделать внимание, да, что сейчас мы переходим к другой процедуре, это, в общем, не так давно, и недавно она появилась, в самом деле. Нет, она из первых, да? Это процедура МИДЕР для молодежи, либо для тех, у кого есть уже морщины, но еще есть и прыщи, да, то есть это процедура для жирной кожи, процедура, для которой будет одновременно омолаживать кожу, одновременно будет увлажняться, одновременно будет лечить высыпание. Расскажите про нее, Алис Эльфермен. ЭУСЕРП. Процедура ЭУСЕРП, она показана для кожи, слоя появление прыща, как она, то есть это как наличие воспалений, как и профилактика их появления. Также проводится раз в неделю. Этапы такие же. Вот точно так же? Да, так же. Пять флакончиков и маска. Да, подготовка, маска, все так же, по времени около часа. Можно, в принципе, тоже подключить микротоки именно на воздействие при лечении акв, ну, по крайней мере, в нашем аппарате есть тоже такие параметры, где учтены все, что, ну, все параметры, чистота и так далее. Либо можно провести просто процедуру без микротоков. Все пациенты отмечают уменьшение сальности кожи, уменьшение жирности, блеска, такое немного визуальное сужение пор, уменьшение, так сказать, такой, сальности кожи носа, уменьшение черных точек и уменьшение количества воспалительных элементов. Переперебью, да, на самом деле, жирность кожи тоже большая проблема, с которой очень сложно бороться. Если мы воспаление можем наружными средствами, гелями, кремами, лосьонами, да, и другими наружными средствами как-то подлечить, плюс назначить обследование, плюс назначить внутреннее лечение, то жирность, устальность кожи бороться реально очень тяжело. И у меня очень много пациентов, которые говорят, что, ну, у меня нет воспалений, ну, у меня очень жирная кожа, что мне делать, да, потому что какие-то средства более агрессивные, они ее пересушивают, и я покрываюсь морщинами. Вот если мне не хочется покрываться морщинами, хочется увлажненную кожу. Возможно ли это? Оксана Владимировна, ответите мне на этот вопрос, если сальность, ЭОСЕП, она не будет пересушивать кожу? Не будет как-то провоцировать сухость, срушение какое-то? Программа ЭОСЕП, она вообще очень интересная программа. Там суть в том, что мы, это питательная среда для собственных бактерий. То есть наши бактерии, которые у нас живут на лице, и сейчас их прям выделили в отдельный слой уже, то есть мы к ним прислушиваемся, мы приглядываемся, мы думаем, как они там себя чувствуют, как они при различных заболеваниях себя там чувствуют, и мы даже уже начинаем кормить. И вот это вот... Это чудо-йогурт? Да, для бактерий. Для бактерий, да. То есть мы кормим хороших бактерий, то есть они уже в свою очередь там как-то разбираются с плохими бактериями. Вообще у нас сейчас очень интересно поменялась тематика насчет акне, насчет лечения розации, что раньше, да, мы антибиотиками, мы должны всех убить, всех там... А сейчас наоборот, мы должны подкормить собственных там лактобактерий, хороших бактерий, а те уже патогенную микрофлору подавят. И вот она и очень интересно, что вот эти вот лактобактерии, они, если кожа сухая, то они начинают очень мягко стимулировать, то есть кожа становится более такая, ну, как питательная, жирная. Если кожа жирная, то они подавляют, то есть они такие умные у нас, сидят на коже, вот они регулируют вот это. Если повышенная жирность, то они это будут подавлять. Поэтому, да, они будут снижать вот эту вот жирность кожи, черные точки убирать, тем самым будут сужать поры. И мы будем очищать поры, тем самым будем профилактика воспалительных вот элементов. И плюс еще ЭОСЕП очень интересен для чувствительной кожи, опять же, и для восстановления кожи после каких-то агрессивных, даже процедур, так как мы восстанавливаем собственную микрофлору. Вопрос нам задают. Скажите, пожалуйста, если в 33 года прыщи стали появляться преимущественно на подбородке, процедура будет локальной или на всем лице? Мы будем кормить все лицо, то есть мы будем кормить всех. А почему бы нам не вымазать вот все эти чудесные 5 баночек в один подбородок? Может быть, это будет намного эффективней. Нет? Мы должны подготовить всю область кожи и подкормить питательную среду для всех бактерий, потому что иначе они будут распределяться с одной зоны на другую зону. То есть мы на одну зону вылечим, они перейдут на другую зону. Нет, тут, конечно, должно быть воздействие комплексное и общее на все лицо. И если в 30 лет еще сохраняются вот такие воспалительные элементы, это говорит о том, что вашим бактериям очень плохо. И такой вот есть как дисбактериоз кожи, так называемый. То есть как раз вот программа EOSEP это будет то, что... Но я знаю, вот насколько я знаю, что питательная среда для собственных бактерий ее вообще очень сложно создать, потому что она очень быстро разрушается на воздухе под воздействием солнечного света. И что вот кремы, которые до этого пытались сделать в больших банках, кремы, в том числе профессиональные, они очень плохо справлялись с этой задачей. Слово Медэр, как это решено? Да, совершенно верно, потому что даже стоит помнить, это из серии дрожжей. То есть помните дрожжи, да, кто еще ставит у нас пирожки. Помните, мы поставили, чтобы это поднялось все, мы там в тепленькое место, полотенечком накрыли, вся там вся семья ходит вокруг, не дышит. Вот, да, вот чуть тряханули, оно упало. Тут то же самое все. То есть поэтому здесь у нас все запечатано вот в эти одноразовые, почему вот монодозы. Это обеспечивает еще сохранность. То есть мы открываем и тут же скорее наносим. Но при этом мы тоже и в домашнем уходе, и в профессиональном уходе мы не используем ни антибиотики, ни кислоты, ни литинолы. То есть все то, что может разрушить наши бактерии. То есть если мы, не знаю, если пациент там приходит за тем, чтобы мы назначили процедуру Медэр, он, ну, желательно, чтобы он рассказал доктору, чтобы доктор спросил, чем вообще пользуется пациент. Потому что вспоминается историю с Юлией Владимировной, да, умывалка с кислотами или что какое-то средство с кислотами может свести на нет. В общем-то все это прекрасное, весь это прекрасное, волшебное чудо-йогурт. ЛСФ, окей, я теперь хочу перейти, если есть вопросы, дорогие друзья, задавайте. Курс такой же, так, Санна Владимировна? Мы, да, такой вот лечебный курс все-таки от пяти процедур. То есть одна-две процедуры, это будет такой больше освежающий. Именно улучшить цвет лица, там убрать жирность, то есть освежить. Если нам хочется именно получить результат и закрепить этот результат, то мы должны от проявления выраженности наших проблем, то от пяти процедур мы можем дальше. Окей, сделала ли пять процедур, а потом что? А потом, когда можно повторять курс или нужно? Мы можем перейти на домашний уход, то есть можно поддерживать, это в идеале будет, конечно, мы сделали профессиональный уход, а потом идем на домашний уход. Тогда мы этот курс, мы его продумываем, закрепляем, бесконечности. Либо, и в идеале мы еще должны раз в месяц, либо раз в два месяца приходить на поддерживающий такой курс. То есть здесь, да, мы уже смотрим по выраженности, по состоянию кожи. И мы можем менять это еще другим процедурам. Очень часто у беременных обостряются угревые высыпания, и применение средств дерматологических для лечения акне, сейчас, скорее всего, афирменный берегу, оно ограничено вперед беременности, многие средства нельзя применять. Алиса Афирменный, а Иосиф можно делать беременным? Там же тоже активные компоненты. Вдруг они так же, как средства противоугревые, будут вредить? Нет, эти средства все можно и во время беременности, и во время кормления все это можно и нужно. То есть ничего вредного в их составе нет. А мужчинам, Оксану Владимировну, можно применять линию Иосеп? Не начнет ли у мужчины выпадать волосы из бороды и усов, и не начнет ли у нас он смотреться слишком молодым и юным? Как мужчины реагируют на Иосеп? Это можно использовать мужчинам, тут абсолютно никаких противопоказаний нет, никаких там каких-то гормональных, как говорят, препаратов, ничего такого опасного для мужчин абсолютно нет. Наоборот, даже будет у них очень часто воздействие бритья, то, что вот там, кто начинает только бриться, да, вот кто не умеет бриться, только вот учится, у них очень часто вот это раздражение, фолликулиты, присоединение какой-то инфекции, то есть это все может как раз помочь справиться с этим. А если, допустим, ну, сейчас вот уже будет у нас скоро, ну, меня просто перемещу на себя, у меня просто взрослый сын уже, у которого, да, когда-либо скоро будет выпускной, вот, допустим, гипотетическая ситуация. Если у вас есть ребенок, подросток, да, у которого скоро выпускной из школы или из института, и у него очень плохая кожа, и он не хочет лечиться драматологически, да, он не хочет, и у вас он, в принципе, не хочет, он хочет просто красиво выглядеть на своем выпускном, за какое время до выпускного ему рекомендуется пройти курс процедур ЭОСЭП, и какой минимальный курс, потому что процедура не дешевая, но косметика такого уровня, эффективного, она не может стоить 3 рубля, да, сколько у нас стоит, Юлия Владимировна, одна процедура МИДЕР? Одна процедура МИДЕР стоит 6000 рублей, и со скидкой 10% для подписчиков 5400. То есть 5400 для подписчиков всех наших аккаунтов будет стоить одна процедура, какой минимальный курс, Оксана Владимировна, ну, возьмем, допустим, ЭОСЭП. Вот когда есть подросток, он подарит на день рождения, он хочет хоть сколько-то сделать, чтобы это дало эффект, хороший. Ну, тут с подростками еще тоже нужно смотреть выраженность, и все-таки насчет умывания их нужно учить первым делом умываться, то есть хотя бы они начнут умываться, уже намного будет лучше. То есть, может быть, за месяц, за два, за три, прям ходить в ванну и умывать. Ну, минимальный курс, который окажет эффект? Пять недель, то есть, или пять процедур, то есть одна процедура в неделю, это минимальный курс, и дальше мы можем. Который даст хороший эффект, заметный эффект, и подросток, либо молодая, допустим, девушка перед свадьбой, да, невеста, либо жених перед свадьбой увидит эффект и прекрасно высияет, да, на своем торжестве. К торжеству опять возвращаюсь, я хочу перейти к любимой моей процедуре, это процедура с эффектом фотошопа. Да, эту процедуру чаще всего мне делают, когда мне везет, да, везет быть моделью Оксаны Владимировны, а я говорю о процедуре гидрофил. Оксана Владимировна, пожалуйста, расскажите, что это за процедура? Такая с эффектом фотошопа гидрофил, вот, вот она, да? Да, процедура неинвазивной, так называемой биоревитализации, потому что мы с помощью этой процедуры насыщаем кожу влагой, то есть глубокое какое-то увлажнение, при этом кожа сияет, то есть мы стимулируем такой специфический белок, который в молодом возрасте, его много, а с возрастом, после 25 лет, к сожалению, вся правда жизнь, все снижается, его недостаточно, и наша кожа становится не такой, может быть, сияющей. Вот программа гидрофил, она стимулирует именно такое сияние, увлажнение кожи, разглаживание мелких морщинок, его может, как одна процедура перед каким-то торжеством, как разовая, либо если есть проблема сухости кожи, стянутости, если вы собрались на море куда-то, либо наоборот только приехали, то это программа для восстановления, для вот такого вот создания комфорта кожи. То есть это действительно хорошо увлажняющая процедура, которая, ну, мне не получалось ни разу пройти полный курс процедурами, да, к сожалению, из-за занятости моей и моих врачей не записаться банально, но разовая процедура дает очень хороший эффект, причем не сразу, сразу процедура просто выходит, что песочек с себя стряхиваешь, да, остатки скрабика стряхиваешь и не понимаешь вообще за что ты отдал такие деньги. А на следующее утро чудесный эффект, как будто не смыл тональный крем, то есть как будто встаешь сразу с тоном на лице, это абсолютно ровный тон, отсутствуют синева, синяки под глазами отсутствуют, и увлажненная, сияющая реальная кожа, которая, ну, на которую даже не хочется наносить никакой макияж. Вот, дорогие друзья, есть ли вопросы? Я просто хочу внезапно прекратить наш прямой эфир, потому что мы сегодня рассказали о трех процедурах. Да, Мидер? Это процедура Иосеп для кожи, склонной к высыпаниям, либо до чувствительной кожи. Это наш летний хит, процедура Радапакс, процедура для кожи краснеющей, кожи с поверхностно расположенными сосудами, и процедура с эффектом фотошопа. Дорогие друзья, я хочу вас попросить, если у вас есть какие-то вопросы, написать нам их в директе, и мы на эти вопросы ответим в следующем прямом эфире. А следующий прямой эфир про оставшиеся три процедуры. Липоовал – это чудесный супер-мегалифтинг, армалифт – две, да, две процедуры. Ну, значит, про две процедуры и ответы на вопросы мы это проведем в следующую субботу. Поскольку пока не знаю, следите за нами, а этот эфир мы сохраняем еще на 24-часовой инстаграме, и также он будет выложен в группе ВКонтакте. Всего вам хорошего, хорошего дня, а мы побежали работать. До свидания.